Просто понравилось, просто не хотела дальше отказываться. Нам с каждой тренировкой все больше и больше нравилось, были нагрузки, но все равно ничего не останавливало, надо принести до конца. История Кати Живаева и сегодня одной из самых перспективных молодых спортсменок Брестской областной школы профсоюзов по легкой атлетике когда-то начиналась с таких же групповых тренировок, где было все, и первые успехи, и первое падение, и первые слезы поражения. Приходя в спортивную школу в возрасте 6-7 лет с практически одинаковыми способностями и возможностями, уже через несколько лет эти мальчики и девочки изберут свою профессиональную дорогу. Конечно, будут среди них и те, кто покинет секцию, однако останутся лучшие. Те, для кого спорт высших достижений станет главной целью в жизни. У нас в области 17 спортивных школ, 10 из них находятся в сельской местности. Школы как в Федерации профсоюзов учредители являются, так и школы профсоюзных организаций АПК. Сегодня у нас занимается в школах более 6 тысяч человек. В школе сложилась хорошая преемственность поколений. Достойно заявила себе, имеешь все шансы пополнить команду области и страны. Поэтому работать будущих легкоатлетов приучают с малого. И в этом заслуга первых тренеров. Дети очень любят побеждать. Все хотят быть первыми. Но для того, чтобы стать первыми, нужно прикладывать максимум усилий. Дети, так же, как и в школе, на любом предмете, кому-то дается хорошо математика, кому-то гуманитарная науки. Поэтому так же и в спорте нужно донести до ребенка, чтобы он понял. Но я должна сказать, что легкая атлетика – такой разносторонний вид. Каждый ребенок может найти в этом виде спорта что-то свое. Добиться красоты тела, потрясающих физических данных и в то же время грации и артистизма. Все эти характеристики удачно объединил в себе такой вид спорта, как акробатика. С удовольствием посещают тренировки как малыши, так и ребята постарше. За каждым трюком, за каждым новым движением стоит большая работа, которая обычно скрыта от глаз обывателя. На то, чтобы номер получился зрелищным и захватывающим, тандем тренер и воспитанник тратит месяцы, а то и годы. Я 7 лет занимаюсь спортивной акробатикой, уже почти 11 лет. Я уже многого достигла, но, конечно, еще хотелось бы потренироваться в новом составе и достичь еще каких-нибудь высот. В хоккей играют настоящие мужчины. Эту фразу можно применить не только к ледовой его вариации, но и той, которую мы наблюдаем на открытом поле. Хоккей на траве за последние несколько лет приобрел как в качестве, так и в количестве. Детей на тренировках становится все больше, пропорционально с этим растут и результаты. Уже не раз брестские юные спортсмены отстаивали честь региона на соревнованиях республиканского и международного уровня. Хоккей на траве – командный вид спорта, который, с одной стороны, сплачивает мальчишек в один большой коллектив, а с другой – учит ответственности за каждый шаг и передачу, ведь на кону победа. Что касается школ, они проходят, как говорится, начальный этап подготовки, то есть в группах начальной подготовки. Потом учебно-тренировочные, где они, значит, постигают все азы нашей техники и тактики игры в хоккей на траве. Но в дальнейшем уже совершенствуется. В 2016 году в системе учебно-спортивных учреждений профсоюза в Брестской области подготовлено 9 мастеров спорта, 137 спортсменов первого разряда и кандидатов в мастера спорта, 1754 спортсмена массовых разрядов. В составы национальных команд Республики Беларусь включены 2 выпускника профсоюзных спортивных школ региона, 7 зачислены стажерами, 24 – в резерв. И эта статистика – только часть большой ежедневной работы, в которой заняты тренеры всего края. Каждый из них старается вложить в будущих олимпийских звездочек все самое лучшее, что накопилось за годы работы в профессии. А это значит, что будут у Беларуси новые рекорды, новые победы и достижения.